Всё, я готова. Пора отправляться в путь. Сэкономлю на билете на автобус. И далеко ты на этом уедешь. Садись, я подвезу. Что за доисторический транспорт для нищих? Я сегодня добрый. Полетите со мной. Когда же у вас ещё будет такой шанс? Ого, так быстро? Неужели мы снова на необитаемом острове? Как же я скучал по пляжу. Хорошо, что я взял с собой всё только самое необходимое. Наконец-то заслуженный отдых после целых трёх дней работы. Кай, а ты только посмотри на него. Какой эгоист. Надо с ним разобраться. Эй, а что насчёт нас? Мы тоже так хотим. Точно, чуть не забыл. Для вас я тоже кое-что подготовил. Чего замерли? Давайте, машите. Он это всерьёз? На необитаемом острове я на него работать не собираюсь. Может, по кокосу? Я только за. Эй, я же пошутил. Вернитесь, пожалуйста. Как я сам их вытащу? Ну и что, что мы снова на необитаемом острове. Нужно во всём видеть позитив. Сможем слиться с природой, отдохнуть от городской суеты, подышать чистым воздухом. Вот это тренировка лёгких. Осталось его наполнить. Оу, в таком бассейне я бы поплавала. Купаться в деньгах полезно для кожи и хорошего настроения. Я тоже хочу присоединиться. Фуф, размечталась. Вообще-то он только для ультрабогатых. Это ещё что за дискриминация по денежному признаку? Значит, не судьба. Ты так-то тоже вылезай. Твой кошелёк не настолько толстый. А как тебе такое? Теперь это место для просто богатых. Ну и жадина. Зато я могу сделать свой бассейн. Обустрою здесь своё личное место. И пусть не умоляют, чтобы я сделала им такое же. Хм, чего-то не хватает. О, знаю. Элементов богатства хотя бы в чём-то. Что, завидно? Так-то. Фуф, и зачем мне это? С моей золотой картой я могу купаться хоть в бриллиантах. Но вы её ни за что не получите. Никому не под силу испортить такой замечательный день. Эй, Эмили, это опять ты? Ой-ой, вот так встреча. Ух, я всё-таки смогла сюда добраться. Мне пора. Я ещё наверняка побила рекорд по самому длинному подкопу. Я теперь могу вдохнуть запах свободы. Ещё чуть-чуть. У тебя всё получится. Готов продолжать? Тогда вперёд. Лиа, я тебя обожаю! Можно сделать с тобой селфи? Конечно. Спасибо, я буду болеть за тебя. Я первый. Как думаешь, этого хватит? Зои уже на острове. Нам нужно бежать. Может, он перегрелся на солнце и ему чудится? О нет, мы упустили её из виду. Это плохо. Что ищете? О, она пришла за мной и моими деньгами. Странный какой-то. Давно не виделись. Привет, Зои. А ты изменилась. Как твои дела? Неплохо, как видишь. А Лео почему прячется? Эй, что это с вами? Она же пришла мстить. И зачем ты мне нужен, если у меня есть карта сокровищ? Это был обычный скучный вечер, пока я не заметила у охранника один интересный свёрток. Похоже на местонахождение клада. Что-то вообще ничего не понятно. Бумаги у меня не было, поэтому пришлось импровизировать. Главное успеть всё перерисовать. Ага, значит, от горы надо идти через джунгли. Понятно. Что ж, я скоро стану богатым. Так что эта работа мне больше не нужна. Пока-пока. Фух, успела скопировать. Удачи ему не потеряться по пути. Ой, да кому нужны ты и твои сокровища? Я и так ультрабогат. Наивный Лео, ты не понимаешь, что теряешь. С этим ты станешь супер-ультра-мега-гига-богат. Я готова стать такой вместо него. Звучит как отличный план на жизнь. Какой сегодня замечательный день. И кофе кажется особенно вкусным. Сплошное удовольствие. Эй, кто посмел его прервать? Хватит. Эй, просыпайся. Что случилось? Где я? Ты перегрелся на солнце и долго тут пролежал. Кстати, а где Зуи? Я её нигде не вижу. О нет, единственный экземпляр карты остался у неё. Ну и куда нам идти? Вы запомнили, где была метка? У меня отличная фотографическая память. Ты знала о таком таланте нашей беднячки? А вот и карта. Согласитесь, похоже ведь? А тут клад. Эм, нет. Совсем не то. Давайте лучше я покажу. Ты? Моя карта из супер-дорогой цепи получше будет. Нам надо идти вот сюда. Да нет же, ты ошибаешься. Мы лишь потратим время. Эй, я вообще-то тоже могу предоставить свою версию маршрута. Допустим, это наш остров. Значит, крестик стоял вон там. Вот у неё она точно неправильная. С этим я согласна. А какая карта действительно на самом деле? Напиши свой ответ в комментариях. Поиски поисками, а обед по расписанию. Осталось дождаться улова. Но ничего. Главное в этом деле это терпение. Но у меня оно не бесконечное. Точно, чтобы словить рыбу, надо думать как рыба. Да я же гений. Эй, Буль-Буль, плывите сюда. Здесь безопасно и есть еда. Буль-Буль, вы что, мне не доверяете? Буль. Бесполезно. Хм, может это сработает. У меня есть очень вкусный корм. Наплывайте. Вкуснее в жизни не ела. Честно. Буль-Буль. Эх, ладно, лучше полежу, посмотрю видео оки-токи. О, вышла новая часть ботана и качка в тюрьме. Обожаю их. Надо срочно словить что-то на ужин. Ого, какая огромная рыба. Нет! Акула? Я жива? Ты что, с ума сошел? Эээ, злая русалка. Еще и всю рыбу в округе распугал. Каждый из ребят решил добывать пищу своим способом. Бедная Эмили выбрала более традиционные методы. О, на ужин у нас будут фрукты и кокосовое молоко. Осталось все это как-то порезать. Но ничего, я ставила рекорды в игре «Фрут-ниндзя». Так что я готова показать мастер-класс. И зачем она разбрасывается ими? Если бы я только знал, у бедных свои причуды. Думал сбежать от меня? Попался, ты следующий. Пощади меня, прошу! Ну, как я могу обидеть такую милашку? Пойдем со мной, будешь моим компаньоном. Еще немного и прическа готова. Вот, теперь мы прямо как близняшки. Те богачи меня не понимают. А вот ты совсем другое дело. О, смотри, интересно, чем там Лео занят? Где же клад? Я обязан найти его раньше остальных. О, зацепка. Здесь явно что-то есть. Неужели это тот самый сундук с сокровищами? Снова ничего. Это происходит уже в пятый раз. Что я делаю не так? Ладно, нельзя сдаваться. О, может в этот раз повезет? Ну же, хотя бы пара слитков. Провал. Мой металлоискатель сломался, что ли? Что, ничего не выходит, да? Ты бы для начала снял свои золотые кольца на ногах, на которые твои приборы реагируют. Эх, так значит из-за них все проблемы. Не пропадать же им. Лучше бы просто мне их отдал. Где же они? Ура, это как раз мне по размеру. У меня появился гениальный план, как найти золото. Пока те двое будут скитаться по джунглям, богатство само попадется мне на крючок. Эх, я уже разлюбила рыбалку. А нет, забираю свои слова назад. Неужели я поймала золотую рыбку? Еще и такую тяжелую. Может она реально из чистого золота? Вот это мне повезло. Целых 20 долларов. Эмили, отдай мне наживку. Я вообще-то ловлю золотую рыбку. Моя удочка. А вот Эмили уже нашла часть других богатств. Сейчас дело должно пойти успешнее. Я тоже на это надеюсь. С моей маскировкой 80-го левела он меня точно не заметит. Лишь бы снова не запищал из-за каких-то крышек от консерв. Хм, тут может что-то быть. Только надо как-то одолеть эти кусты. Ой-ой, что-то мне не по себе. Надо спасаться. Убегающие кусты. И там ничего не оказалось. А у вас как успехи? Что-то нашли? Ничего, кроме твоего кольца и 20 долларов Каи. Эх, а может Зоя вообще нас обманула? Стоп, смотрите туда. Ничего не напоминает. Это же такой же крест, как и на карте. Не теряем времени. Бегом к нему. Копайте. И тут пусто. Неужели его нашли еще до нас? Ребята, у меня что-то есть. Оф, какой-то кейс. Похоже, мы наконец нашли сокровища. Ага, так вот, значит, с чего все началось. Жизнь прекрасна, когда ты ультрабогат и красив. А еще полна вкуснейших деликатесов и дорогих напитков. Комфорт на всю жизнь мне обеспечен. Ммм, мои вкусовые рецепторы в раю. Мистер Лео, у нас проблемы. Вас разыскивает полиция. Объявления расклеены абсолютно везде. Что? Ну почему? Я же не делал ничего незаконного. Кажется. Ладно, похоже, нам с тобой придется на время скрыться из виду. Я пока замету следы и избавлюсь от потенциальных улик. Свобода важнее всяких документов. Так, не паникуй. У меня все схвачено. Я достаточно богат, чтобы решить эту проблему. Ой-ой, полиция уже здесь. Прием. Я нашел Лео Янга. Срочно вызываю подкрепление. Да уж, дела плохи. Пора сматываться отсюда. Зоуи, дай руку. Я не улечу без своей ассистентки. А ну стоять. Вам же хуже будет. Фух, я будто попала в какой-то боевик. Эй, не забудьте скинуть мне мою сумку. Хорошо, что они не в курсе, что она полна денег. Это оставили бы ее себе. Мы на необитаемом острове. Ага, тут меня никто не найдет. Эй, здесь есть кто-нибудь? Да. Как обычно. Спрятался за маминой юбкой. Пойди проверь, кто это был. Абориген? Призрак? Спасите меня кто-нибудь. Я хочу домой, к маме. Я сойду с ума от одиночества. На помощь. О, привет. Помогите мне. Успокойся. Лучше скажи, мы здесь точно одни? Там еще кто-то есть. Ах, суша. Наконец-то. Я не стану рыбьим кормом. Я слишком долго плыла. И больше не могу ползти. А, теперь могу. От богатых привычек сложно избавиться. Дефилия на необитаемом острове? Почему бы и нет? Мне даже стало лучше. О, воспользуюсь сигнальной ракетой. Вдруг нас кто-нибудь заметит. Стой. Нельзя, чтобы нас нашли. Воу. Зато ракета попала прямо в цель. О, вот так повезло. Эй, я хотела трубочку другого цвета. Повезло, что на голову не упала. А почему у меня самый простой кокос? Это не честно. Наверное, дело в том, что ты бедная. А я богатая. Фу, я вообще ультрабогач. Какая судьба ждет наших героев на необитаемом острове? Не переключайтесь. Зато теперь я могу не ходить в колледж и целыми днями отдыхать. Это отличное место, чтобы позагорать. Эй, ваше сиятельство, соизвольте слезть с меня. Здесь солнечные лучи идеально падают на мою кожу. Я все еще здесь. У нас в распоряжении целый остров, а ты решила лечь именно сюда? Но Кая сейчас слушает нечто более важное. Подкаст «Как стать еще богаче». Выпусти меня из этой ловушки, прошу. Так, Эмили, успокойся. Придется вспомнить детство и поработать лопаткой. И не из таких ситуаций выпутывались. Фух, я все-таки выбралась. Это из-за того, что мне пришлось потратить на подкоп полчаса. Но лучше мне спрятать улику. А то, кто знает, вдруг эта богачка решит атаковать меня своим нытьем. Эх, где бы мне расположиться, чтобы меня снова не потревожили. Но это именно то, что мне нужно. Прекрасное место. Уже представляю, как повешу туда гамак и спрячусь в теньке от жаркого солнца. А вот в качестве гамака послужит чья-то самодельная рыбацкая сеть. Все равно в последние дни никакого улова. Обвязываем ее вокруг пальмы и готово. Какая же я молодец. О, а что за запах? Фух, рыба. Ааа, какая же она скользкая. Гадость. А, это живая рыба? Да, дорогуша. Что уставилась? Верни меня в воду. Фух, уберите это от меня. Какие они грубые. Чем она там занимается? Она собралась лежать в рыбацкой сетке? Бедность довела ее до отчаяния. А что насчет Лео? И почему я не додумался купить себе личный остров раньше? Эй, я тоже так хочу. Но я ему докажу, что я ничем не хуже него. Хорошо, что моя красная дорожка всегда со мной. Зои, работа интенсивнее. Вот же подстава. Эти двое заняли самые хорошие места. Хотя, это мой шанс доказать свое превосходство. И вид отсюда у меня будет намного лучше. Они мне еще позавидуют. Эй, как там погода снизу? Я выбрала правильное место. Кая, будь осторожнее, а то упадешь. Надеюсь, я крепко перевязала ткань и не полечу вниз в самый неподходящий момент. Какое блаженство. Ой-ой, кажется, я выпила слишком много кокосового молока. Ох, высоко. Придется прыгать. А не то скоро лопну. Фух, приземлилась прямо на ноги. Как кошка. Эй, ты в порядке? В полном. Может, она, Человек-паук под прикрытием? Фух, какое облегчение. Опять запираться наверх к гамаку? Пожалуй, лучше вернусь к своему старому доброму шезлонгу. Вот, совсем другое дело. Позагорать можно. Мой живот бунтует. Мне срочно надо что-то съесть. Но тут нет ни фермы, ни супермаркета. Что же делать? Точно. Буду вспоминать уроки выживания в дикой среде. Не зря я в детстве была герл-скаутом. Первым делом надо соорудить ловушку. И поставить внутрь приманку. А что? Выглядит реалистично. Теперь мне стоит притаиться и выжидать. Я буду рыбу в сливочном соусе, устрице, крабовый салат, креветки в кляре. А еще я хочу какие-то экзотические фрукты. А в него все это вообще влезет? И не забудь про напиток. Хорошо, ваш заказ принят. Сейчас все принесу. Вообще-то ловля морепродуктов и готовка не входят в мои обязанности. Но по каждому заказу можно и поесть что-нибудь. Алло, доставка еды. Привезите мне суши. Адрес – необитаемый остров. Вот это я понимаю сервис. Зое надо у них поучиться. Ммм, вкуснятина. Он неплохо устроился. О, ты голодна? Присаживайся, угощу тебя первоклассными суши. Что? Спасибо, откажусь. Подачки мне не нужны. Хотя выглядит аппетитно. Но я лучше сама себе что-то закажу. И почему он так не вовремя разрядился? Боги удачи снова от меня отвернулись. Ты еще не передумала? Сам ешь свою сырую рыбу. Мне же больше достанется. Вот она, моя прелесть. Иди к мамочке. И да. Похоже, голод затуманил рассудок Каи. Какая замечательная погода. О, неужели Эмили поймала добычу? Мой желудок в нетерпении. Ах, а вот и ужин приполз ко мне. Интересно, кто там? Читится? Может, дикий кабан? Нет, не ешь меня. И это? Кая? Мой гениальный план провален. Видимо, сегодня я останусь голодной. Было бы проще быть у меня удочка. Эй, что это там у мистера Лео? Ммм, с лососем, мои любимые. Зои, будешь суши. Он издевается? То есть я зря пыталась наловить ему еды? Ты лучше забери у меня эту палку. Иначе на острове станет на одного богача меньше. А мне она зачем? Хм, может, мне больше повезет? Я смогу словить рыбу? Попытка не пытка. Что это за жизнь на острове без шалаша? Настало время испытать свои навыки в строительстве. Бедная Эмили, как всегда, полагается только на себя. Ну и на прочность найденных ею материалов. Теперь надо их связать вместе. Да как можно плотнее. Чтобы ночью не было сюрпризов. Безденежная жизнь научила Эмили многому. Например, как построить ночлег своими руками. А что? Вроде бы неплохо получается. Только что бы мне накинуть сверху этих палок? Хм, кажется, я вижу нечто знакомое. Еще одну рыбацкую сетку выкинула на берег. А мне сегодня везет. Так, рыб точно нет? Не хочу наступить на те же грабли. Привязываем сетку к палкам, чтобы ее не унесло. И ставим внутри подстилку, найденную на заброшенной рыбацкой лодке. Готово. Добро пожаловать в мое новое жилище. Выглядит даже уютнее, чем мой прошлый дом. О, пойду поищу цветы, чтобы украсить ими мой шалаш. Не стоило оставлять его без охраны. Упс, я стерла какую-то надпись. Ну и не важно. А, кто-то построил жилище специально для меня? Как мило. Интерьер тут, конечно, скудный. Но я смогу это исправить. Ведь я не зря всегда ношу с собой красную дорожку. Так намного лучше. Сегодня у меня новоселье. Может устроить вечеринку по этому поводу? Тогда надо его украсить перед приходом гостей. Я как раз видела на берегу красивые ракушки. Ох, ты не представляешь, как я устал и хочу отдохнуть. Это уж точно. Шалаш? Здесь и остановимся. Укрась эту мусорку, чтобы в ней было комфортно находиться. Повесь сюда мою любимую гирлянду. Как скажете, сэр. Теперь это место выглядит на тысячу долларов лучше. О, к нам идет Кая. Эй, что вы сделали с моим домом? О чем ты? Он вообще-то наш. Что вы тут устроили? Красная дорожка теперь вся в тиске. И вообще, это мой шалаш. Я его построила с нуля, так что уходите. Еще чего. У меня вообще-то есть официальное подтверждение моих слов. Вот это зрелище они тут устроили. Этот документ фальшивка. Я завязывала тот узел. И сетку тоже я нашла. Там лежит моя красная дорожка. Моя гирлянда, значит, мой домик. Я будто смотрю какое-то телешоу. Хорошо, что мне не приходится в этом участвовать. А как ты думаешь, кто победит в этом споре? Пиши свои предложения в комментариях под этим видео. Я так долго оплыл. И вот, наконец-то я сюда добрался. Ни один преступник не уйдет от офицера Эрика. О, что это? Улика? Да я же иду по горячим следам. Ах, прием. Я нашел преступника. Мы здесь. Спасите нас. Я уже бегу. Увезите нас отсюда. Это конец. Забирайте меня. Эй, отойди, ты мне мешаешь. О нет, как же так? Вот ты и попалась, Зои. Но я же ни в чем не виновата. В отличие от твоего начальника, мы знаем всю правду о тебе. Что вообще случилось? Она вас подставила. Не может быть. О чем вы? Не верьте ему, Лео. Это было несколько месяцев назад. Он спит? Отлично. Это мой шанс заработать немало деньжат. Он все равно мне не доплачивает. Мы выяснили, что пока вы дремали, она вашей рукой подписала один важный документ. Ну не волнуйтесь, теперь ее ждет наказание. Иди давай. Я требую адвоката. Зои, ты уволена. Вот это драма. Ура, я не попаду в тюрьму. Отпразднуем это. Вы чего такие недовольные? Догоняйте их, пока они не уехали без нас. Скорее, бежим. Подождите, не бросайте меня. Богиня Русалнета. Богиня Русалнета. Нет, почему сейчас? Нет, почему сейчас? Идеальное лицо Леона заставки будет испорчено. Я смогу. Щелчок посильнее. Ноги я выбираю вас. Давай же. Видимо, у телефона Зои сегодня тоже запланировано веселье. Тусовка без селфи. Что это за магия? На нем же не царапинки. Именно. Пора раскрыть тебе мой секрет. Однажды и у меня разбился телефон. Но потом я нашла силиконовый клей. Прикрепляем раковину из морских глубин. Наклеиваем вторую для контраста. А чтобы сделать наш чехол более элегантным, добавим третью ракушку нежного цвета. Рядом посадим нашего маленького друга Крабика. Пинцетом аккуратно выложим узор из стразов. Напоминающих пузырьки. Ну вот, можешь не благодарить. Ура, он будет напоминать мне о море. И что бы я без тебя делала, сестренка? О, это же Лео. Постой, а можно с тобой на вечеринку? Хорошо, только следи за своими превращениями. Не повезло, почти получилось. Да, никогда еще не была так рада видеть ноги. А еще люди устраивают пенные вечеринки. Будто им в море мало пены. Ага, и куда это вы собрались? Да, просто Кая пришел лучший парень в городе и... Замолчи. Мам, ну мы просто пойдем потанцуем. Танцы? Ха-ха, сейчас разберусь. Здрасте, миссис Браун. Мм, да. Я, Лео, пришел забрать вашу дочь на вечеринку. Бедняга. Привет. Думаю, твоя мама меня не слышит. Может, пойдем уже? Мама-русалка, похоже, совсем не в восторге от кавалера-дочери. Останетесь дома. Ну, почему? Несправедливо. Ладно, поступим иначе. Проветривайся дальше. Человек тебе не пара. Забыл. Где забор, который я перелазил? Среди людей вас ждут одни неприятности. Ничего себе. Мам, это жестоко. Что-то меня потянуло к земле. Сестринское плечо. Вот видишь, мама всегда права. Мое сердце разбито. Не плачь, я рядом. Семья важнее всего. Ну, хватит грустить. Мамы здесь нет. Сейчас я постараюсь все исправить. Опля. Смотри, как круто все получилось. Только не это. Снова этот хвост. Поверь в свои силы. Ой-ой-ой. Наверное, ее подкинули кашалоты. Ноги прочь. Ты лучше попрактикуйся. Такому трюку просто нужно время. Нет, вперед. Девочки. Я прикрою. Еще. Дорогая, я поеду проведаю бабушку. А это еще что за чудо природы? Просто репетируем смену хвоста на ноги. Больше не рыбоголовая. Фух. Мои проказницы. А теперь серьезно. На вечеринке не ходить. Иначе сдам в дельфинарии. Бабуля, привет. Что были дома. Ясно. До встречи, милые. Пока, мамуля. Что у нас здесь? Святые карасики. Бабочки в животе. От Лео. Новая тусовка. Класс. Но мы ей не можем. Разве ты забыла о мамином запрете? Мне как-то не хочется жить с дельфинами. Есть идея. И я стесняюсь на публике. Куда ее понесло? Перестраховаться не помешает. Нужно что-нибудь еще. О, идеальный вариант. Вот так. Фух. Наконец-то. Запахло свободой. Плохое у меня предчувствие. Нам нельзя идти на вечеринку, правда? Ага. Ладно. К другим людям? Именно. Получается, если мы устроим вечеринку здесь, то нам не придется никуда ходить. И мы не нарушим мамин приказ. Ну, не знаю, Кая. Так и думала. Сестренка, мы же так давно хотели повеселиться и потанцевать от души. Хорошо, уговорила. А наши русалочки знают толк в забавах и уже готовы оторваться. Вау, подстава. Как всегда. Конец моему веселью. Да ладно, не ной ты. Придумаем тебе какой-нибудь особый танец. Чуть не забыла. Лео, приходи к нам на вечеринку. Погоди-ка. Знаю. Надеюсь, моральная травма была неглубокая. Скоро здесь будет вечеринка века. Итак, тусовка должна быть безупречной. С чего бы начать подготовку? Проверим список дел. Уйма заданий. Думаю, начнем с угощений. Что скажешь? Согласна. Приступим. Для русалочьего коктейля нам понадобится лед и газировка со вкусом лимона. Наполняем наш красивый стакан лишь наполовину. Ведь главный гвоздь программы – ароматная виноградная газировка. Кажется, здесь родилась настоящая магия. Не забудем украсить наш коктейль цветными желейками. И красивой долькой апельсина для цвета. И какой же напиток без трубочки? Последним штрихом будет веточка мяты или розмарина. Наша красота готова. Вау, хочется поскорее попробовать. Ммм, вкуснотища. Оставь гостям, у нас совсем мало времени. Да-да, сейчас. Что там дальше? Нужно все успеть до начала вечеринки. Фух, мы хорошо поработали. Этого должно хватить на всех. Но что за внешний вид? Да уж, такой не подойдет для праздника. Интересно, этот лак подойдет к моему образу? Нет, слишком тусклый. Как же мне научиться? Не выходит. Спокойствие. Хвост. Надоело. Сколько можно меня не слушаться? Хочу это развидеть. У нормальных русалок другие заботы. О, можно сделать отличный аксессуар. Для основы я использую кусочек плотного полиэтилена. Вырезаю нужную форму и покрываю некоторые места клеем, чтобы приклеить блестящую ленту или полосочки из фольги. На внутреннюю часть я приклеиваю красивую деталь от маминой старой брошки. Напоследок добавим несколько цветных стразов различных размеров. Вот и наш праздничный аксессуар. Проверим, как сидит. Идеальное украшение. Эй, Зои, смотри, что я... Это что-то новенькое. Сама не знаю, как так получилось. Я теперь монстр. Хе-хе-хе, такой наряд точно запомнят все. Одежда выбрана. Но что делать мне? Всегда такая самовлюбленная. Неужели гости? Так рано? Но тусовочная комната совсем не готова. Паникую. Стены сгущаются. Ох, теперь к делу. Вот это явление. Но гирлянды себя не развесят. Подожди, Зои. Устраивать вечеринки – сложная работа. Видимо, даже спокойная русалочка Кая решила включить свой турбо-режим. И для кого-то она так старается, а? Побыстрее ты, не могу их сдержать. Будто на распродаже. Я всего лишь немного отдохну. Ой, извините, у нас технические неисправности. Никуда не уходите. Ну, успех был близок. Но почему я раньше не догадалась? Кто-то лезет через крышу? Приветик. Добро пожаловать. Вау, дайте-ка взглянуть. Давно я не был на такой стильной вечеринке. Мы вошли в историю. Дай пять. Рад тебя видеть, Кая. О, Лео, ты пришел. Упс, готовилась к тусовке и так истощилась. Беги к своему принцу. Развлекайтесь. Вон мои голубки общаются. Ты меня просто очаровала. Ну что ты, Кая будет такой красивой невестой. Я только о тебе и думаю. О, моя любимая песня. Хороший вкус. Видимо, угощение сестер-русалочек тоже пришли с их гостям по вкусу. Музыка у лед. Вот это вы с Кая постарались на славу. Такая вечеринка запомнится надолго. Спасибо. Эй, народ, а как насчет плавания в нашем бассейне? О, идея просто огонь, сестра. Побежали скорее в воду. Мне показалось, или они немного странные. А как же дождь? Водичка. Ребята, идите к нам. Нет-нет, сегодня обойдемся без купания. Но здесь тепло. Ну и ладно. Ничего не смыслит веселье. Лучше пойдем к Эрику. А вот вкуснешки были неплохие. Возьму с собой парочку. Ха. А завтра я себе устрою клевую вечеринку. Радость уже приутихла, и ей на смену напрашивается кое-что похуже. Миссис Браун явно не одобрит такой беспорядок. О нет, мама нас убьет. Как нам быстро убрать дом, чтобы мама не заметила? Друзья, напишите в комментариях. Обожаю контрабас, им играю лишь хардбас. Ой, что-то замечталось. Научишься делать свой, будешь любоваться. Манеры как у моржа. А вдруг мама застрянет в унитазе? О, уже застряла. Бегу! Да ладно, пусть посидит немного. От Лео? Ой, я знаю, она смотрит про мачо в тюрьме.